За рулем Земфира Некрасова не первый год. Своих детей у девушки пока нет, но правила перевозки несовершеннолетних ей известны. Земфира часто забирает из школы своего племянника. Понимает, что во время поездки отвечает за безопасность ребенка и соблюдает все необходимые меры. Поэтому родители восьмилетнего Артура о здоровье сына не беспокоятся. Соблюдайте правила дорожного движения, обязательно пропускайте пешеходов и детей возите как положено, сзади в кресле пристегнутыми. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы, цель которой снижение числа погибших в результате ДТП, повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге, безопасности на пешеходных переходах, совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток. Для того, чтобы повысить безопасность на дорогах Самары, сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды по проверке наличия детских удерживающих устройств у водителей. За 9 месяцев этого года уже вынесли более 2000 постановлений за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. Во время профилактического рейда инспекторы ДПС останавливают всех водителей, которые едут с детьми. Тем, кто соблюдает правила перевозки, вручают азбуку безопасности, а детям – сувениры. Ну а нарушителям выписывают штраф на сумму в 3000 рублей. ГИБДД в очередной раз напоминает, что ребенок, находясь в автомобиле, требует дополнительной защиты и внимания. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство. Уважаемые родители, помните, что жизнь и здоровье ребенка в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от вас. За время работы съемочной группы сотрудники госавтоинспекции выявили одного нарушителя. Девушка перевозила на заднем сидении своего маленького сына без специального кресла и непристегнутым. Свою вину она признала не сразу, сославшись на незнание правил перевозки детей. Наказание избежать ей не удалось. Инспектор ДПС не только выписал протокол, но и провел воспитательную беседу. Но большинство водителей правила дорожного движения соблюдают. Это ответственность в первую очередь за своего ребенка. Правила по-любому надо соблюдать. Что касается детей, да и вообще все правила надо соблюдать. Я, например, все соблюдаю правила. Автомобильные кресла помогают делать и безопасной, и комфортной поездку. У меня кресла сделаны, что их можно разложить. Ребенок уснул в дороге, он может и поспать, и он пристегнут. Я знаю, что его никуда не унесет. И как бы голова это тоже ни обо что не ударится. Я считаю, что это комфортно и безопасно. При покупке детского удерживающего устройства нужно обязательно обращать внимание на наличие сертификата. Если его нет, то при остановке вашего авто сотрудники госавтоинспекции могут выписать протокол за нарушение правил перевозки детей. Также не стоит забывать о том, что ребенку в детском кресле должно быть не только безопасно, но и удобно.